Всем привет, друзья! И сегодня у меня обзор классных наушников от Heavit. Значит, наушники позиционируются как игровые. Имеют на Алиэкспрессе кучу положительных отзывов. Имеют около 8000 заказов, то есть довольно много. И решил тоже заказать, так как стоят они не очень дорого. Решил заказать тоже для себя за место моих прошлых наушников, вот этих. Которые я сам делал. Видео можете посмотреть, сейчас вылезет подсказка. Можете перейти посмотреть. Недавно у меня появился телеграм-канал, в котором я выкладываю самые дешевые и интересные вещи с Алиэкспресс и Озон. Со скидками и купонами. Никакого мусора каждый день. Я отыскиваю только самое интересное, редко, но метко. Переходи по ссылке в описании и подписывайся, чтобы узнавать о самом интересном. Наушники пришли достаточно быстро. Доставка из России. Ну, давайте теперь посмотрим вообще, как они выглядят и стоят ли они вообще своих денег. Во-первых, могу сказать, что по первому ощущениям наушники сделаны очень качественно. То есть металлическая оправа вот эта. Так же регулируется спокойно, достаточно удобно. Значит, что еще можно сказать насчет микрофона. Микрофон съемный. Это тоже я могу отнести на рынок плюсу, потому что наушники мы можем использовать для телефона. То есть вот у нас наш провод. Он у нас выполнен в обычном формате. То есть мы можем подключить его к телефону. Если же мы хотим подключить к компьютеру, у нас есть также в комплекте переходник. Вот такой же плетеный. Достаточно качественный, кстати. Провод у нас плетеный. Это очень хорошо. То есть он все-таки будет более износостойкий. Также присутствует у нас вот такой регулятор громкости. И также включение и выключение микрофона. К сожалению, нет никаких пометок. То есть нельзя понять, в каком положении включено, в каком выключено. Только запомнить. То есть если мы поднимаем кверху, то это включено. Если книзу, то выключено. Амбишуры наушников выполнены из обычного поролона, скорее всего. То есть тут нету никакой памяти. Как это бывает в дорогих наушниках. Но тем не менее, эти амбишуры очень мягкие и удобные. То есть когда мы одеваем наушники на голову, наушники нам не пережимают. То есть по вот этому растяжению они достаточно не сильные, но при этом голову не сжимают. До такой степени, что потом у нас все устает. Значит, амбишуры достаточно высокие. Ухо у меня, в моем случае, помещается полностью. То есть ухо помещается в раковину и амбишуры сами уже прижимают и отсекают все посторонние звуки. В отличие от моих прошлых наушников, где амбишуры чуть поуже, там же у нас сам корпус наушников давил прямо на ухо. Тем самым быстро уставали уши и уже как-то хотелось побыстрее их снять. В этом же плане эти наушники выигрывают, я думаю. Здесь все очень хорошо. Также у нас здесь есть пометки левый и правый. Ну, в принципе, если мы используем микрофон, то здесь ошибиться сложно. Микрофон у нас под квадрат. Вставляя сюда мы не ошибемся. То есть вот у нас так вставляется. По-другому вставить мы просто не сможем. Также в комплекте, естественно, шла электрозащита. Ну и как это называют, поп-фильтр. В целом по внешнему виду наушники выглядят дороже, чем они стоили. То есть очень приятный пластик. Чувствуется, что не самый дешевый. Здесь он весь матовый. То есть здесь пластик матовый. Здесь, ну, тоже, скорее всего, пластик. Изголовье наушников также достаточно мягкое. Скорее всего, тоже металлическое. Буду на это надеяться. А теперь давайте их протестируем. И я расскажу вам впечатления от звука, от качества микрофона. Также сделаю тестовые записи. Вы послушаете, как звучит этот микрофон с обработкой и без обработки. Погнали! Использую я эти наушники уже более недели. И за это время я успел протестировать их. Выделил здесь несколько плюсов и минусов. Из плюсов могу выделить. Удобная посадка на голове. То есть обешёры нам не отжимают голову. Играл я в них по 3-4 часа. И в них чувствуешь себя гораздо удобнее, чем в моих прошлых наушниках. Это несомненный плюс. То есть сравнить мне, конечно, больше не с чем. Но тем не менее, вот эти наушники, они действительно очень удобные. Не сдавливают голову. Не давят, не продавливают здесь. То есть всё очень классно. Также из плюсов, наверное, могу выделить. Это микрофон, который поддаётся обработке. Из минусов его работа без обработки. Из плюсов, наверное, то, что он достаточно неплохо звучит, если мы включим программу. То есть, которая обрабатывает у нас в прямом эфире звук. И в таком случае этот микрофон достаточно хорошо записывает. То есть вы для стримов его можете использовать вообще без проблем. То есть далее вы услышите до и после с обработкой и без обработки. И сами для себя решите, стоит ли вам брать вот эти наушники ради этого микрофона. Ну, как минимум, ради звука я бы их уже приобрёл. Потому что также звук у них на самом деле достаточно приличный. То есть музыку я прослушивал как на 100% громкости, так и на серединке. То есть и так, и так они, в принципе, играют неплохо. Единственное, наверное, для рока они не подойдут. То есть какие-то инструменталы звучат в них немного расплывчатся. То есть инструменты сыпятся и все как-то в одну кучу. То есть нет такого, что вы можете отлично слышать и барабаны, и гитару, и так далее. Ну, тут с этим небольшие проблемки. Какой-то рэпчик, либо попсу какую-то слушать на них, наверное, вообще шикарно. Также по запасу громкости могу сказать, что в играх я на пульте выкручивал где-то чуть больше серединки. Потому что если больше, то уже на самом деле достаточно громко. Но звук при этом, конечно, в Windows у меня выключен на 100%. А теперь давайте посмотрим, как звучит этот микрофон с обработкой и без обработки. Погнали! Итак, сейчас вы слышите мой голос. Записывается звук на камеру. Сейчас будем проверять, как записывать наушники с обработкой и без обработки. Буду использовать программу Lighthost. В программе у нас два плагина. Это Nectar 3 и RX8 Voice The Noise. Вот, значит, так, открываем. Теперь одеваем наушники и пробуем записывать, значит, голос без обработки. Итак, теперь вы слышите голос без обработки на наушнике. Можно сделать микрофон чуть поближе. Вот так. Давайте послушаем шумы. Так, хорошо. Теперь переключаемся на обработанный звук. Теперь же вы слышите ту же самую запись, но с обработкой. Значит, в программе Lighthost в RX8 Voice The Noise выставлено подавление шумов. В Nectar 3 выставлен плагин Voice Assistance, если не ошибаюсь. И вот так все это звучит. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Также ты можешь подписаться на канал, потому что на этом канале будет еще очень много интересных видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok